Уважаемые друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир идеи Равакука, но это станет возможным только после того, как назовете мне безоговорочно сегодняшнее число. Седьмое! Сегодня седьмое кислево 5780 года. И мы с вами продолжаем наши беседы. Я хотел бы сегодня поговорить на тему, которую мы уже тысячу раз обсуждали, но она продолжает оставаться актуальной. И тема называется «Идейная борьба». Ради такого дела мы сделаем лыхаем. Руха та дуна ва михау нам шакония бедворо. Надо сказать, что тема эта, которую мы постоянно обсуждаем и возвращаемся, и может быть тем, кто это все слышал, все давно надоело, но есть одна важная вещь. Одно дело услышать, другое дело понять, и третье дело реализовать. И нам до реализации того подхода, который Равкук представляет в этой статье, мне кажется, еще довольно далеко. Если бы мы это дело реализовали, этот подход, то мы бы, наверное, жили в гораздо лучшем мире. О чем идет речь? Для того, чтобы понять, о чем идет речь, я хотел бы прежде всего обратить ваше внимание на то время, в котором мы живем. Вот когда мы с вами выясняем, какое сегодня число, мы же не ограничиваемся только числом и месяцем. Мы выясняем, а забыл я сказать, что Мы с вами не ограничиваемся числом, а мы с вами знаем, мы с вами говорим и о месяце, и о годе. Спрашивается, для чего нам нужен год? Ответ. Для того, чтобы знать, в какое время истории мы живем. И здесь я хочу вам привести знаменитый мидраж, который все знают, но это не означает, что не нужно его повторять, который говорит, что наша история, наша нынешняя история, в которой мы живем, сколько лет она длится? Сколько вообще она длится? Больше, чем до тысячи. Ооо, вот видите, вещь такая, казалось бы, известная, и мы тысячу раз об этом говорили. Значит, нужно говорить еще тысячу раз. Наша история, согласно традиции, есть такой, знаете, мидраж, который, на самом деле, во многих местах он находится, может найти его в трактате Сенгидрид и в Танда Беля, в других местах, неважно, это такой мейнстрим, понимаете, есть такие мидражи, которые просто центральные. Мидраж говорит, что наша история, она длится 6 тысяч лет. 6 тысяч? А? Я думаю, что торг здесь неуместен. 6 тысяч. Причем у этих 6 тысяч есть внутреннее деление на 2 тысячи 3 раза. Первые 2 тысячи лет называются в мидражах 2 тысячи лет тоу. Тоу – это хаос в переводе на какой язык? На греческий. Хаос – это не слово русское. Это слово греческое. Но неважно. Так вот, хаос, тоу – вторые 2 тысячи лет – это 2 тысячи лет торы. Третьи 2 тысячи лет – это 2 тысячи лет машерха. Что это означает? Что такое 2 тысячи лет тоу? Что такое тоу? Тоу – хаос. Это означает мир без цели. То есть мир, который существует, это не то, что у него нет цели. Он не знает этой цели. Мир – это человечество, я имею в виду. Вторые 2 тысячи лет торы – это 2 тысячи лет, когда в мире проявляется, открывается тора, которая дает человечеству путь, дает человечеству цель. Наконец-то человечество знает, для чего живет. И третий, третий 2 тысячи лет – это завершающие 2 тысячи лет, которые характеризуются тем, что уже есть все условия для того, чтобы привести мир к гармоничному состоянию. И это нужно сделать. 2 тысячи лет машин. Так осталось уже еще. А для чего я вас спрашиваю, какое сегодня число, включая год, чтобы мы с вами осознали, в которое время мы живем, до конца нашей истории, сколько осталось? 220 лет. Вы понимаете, почему конец в сторону? Не понял. Если история длится 6 тысяч лет, а мы находимся в 5 780, то через 220 лет, что должно быть? Уж новое начало. Понятно, что новое начало. Но перед тем, как будет новое начало, должен быть старый конец. Опять смешливые попались. А почему время машинка имеет границу? Потому что задачи его определенные. У каждого из этих периодов есть своя задача. А после? Мы говорим сейчас о 6 тысячах лет. После этого начнется настоящая история нормальная. Потому что назвать нашу историю, в которой мы живем, нормальным, наш мир нормальный, может только человек, который, как бы это сказать, наверное, никогда не слышал новостей. И сам, наверное, никогда не выходил из дома. Ну, понимаете? То есть, мир, в котором мы живем, все эти 6 тысяч лет, это мир, в котором люди занимаются в основном одним. Ожесточенным и изобретательным уничтожением себе подобных. Наша история – это история войн. Что тебе в школе учат? Что такое история? Это такая война, такая война. Столетняя война, двухлетняя война. Первая мировая, вторая веровная, третья ядерная и так далее. Но между тем, маленькие гражданские. По временам тоже? Наход. Поэтому я и говорю, что наша история ненормальная должна завершиться 6 тысячами лет, чтобы мы наконец-то вошли в историю нормальную, в которой нет тех вещей, которые характеризуют нас. Ну, когда приедут машины, уже не будет? Машех, значит, уже пришел? Лё, есть эпоха Машеха, есть сам Машех. Но обратите внимание, ни эпоха Машеха, ни сам Машех не является целью, они являются средством. Задача состоит в том, чтобы привести мир в нормальное гармоничное состояние, очистить его от зла. И после этого, наконец-то, начинать по-настоящему жить. Мы с вами еще не жили-то по-настоящему. Это жизнь. Ты знаешь, это прилетают космонавты советские с Марса. Их принимает Леонид Ильич Брежнев. Он говорит, ну, товарищ космонавты, есть жизнь на Марсе? Он говорит, нет, Леонид Ильич, и там тоже нет. Нету. Понимаешь? И поэтому это не жизнь. Посмотрите новости. Люди умирают, болеют, мучаются, сидят в тюрьмах, им отрезают головы. Делают это сегодня в прямом эфире иногда. Иногда в записи. Для тех, кто не успел. Еще чего-то делают. Я не буду говорить все, что люди делают друг с другом. Изобретают все новые, новые средства массового уничтожения. Нищета, войны, насилие, ложь, бессмысленность жизни, наркомания, алкоголизм, жестокость, депрессия. Я вам характеризую мир, в котором мы живем. Он должен быть исправлен. На это у нас есть 2000 лет, машеф. Но я хочу обратить ваше внимание, что есть первые периоды. Вы сразу как-то перескочили. А меня интересуют все периоды эти. Период номер первый называется 2000 лет Тоу, хаоса. спрашивается, если Тура такая замечательная вещь, то зачем же тогда 2000 лет оставлять человечество без Тура? Почему Тура не дана была Адаму? Или ноху? Человечный 2000 лет живет без смысла жизни, без цели. Но нужно народу. А? Чтобы народ был. Народ был. Народ был. Мало народу было. 2000 лет тоу. Не жалко времени? Мы видим, что не жалко. Для чего нужны эти 2000 лет тоу? Ну, чтобы понять ценности важные. Неа. Понять ценности смысл жизни невозможно, если тебе это не рассказывает тот, кто эту жизнь создал. А для чего же мне нужны эти 2000 лет? Они нужны мне для того, чтобы выработать минимальные культурно-социальные навыки. То, что на языке наших мудрецов называется Дерах Эрец. Слышали такое понятие? Дерах Эрец. Кстати, именно на основании этого митража мудрецы сказали Дерах Эрец Кадма Ли Тора. То есть Дерах Эрец предшествовала Торе и даже сказали точно на сколько лет. Насколько? На 2000. То есть для того, чтобы человечеству выработать то, что называется Дерах Эрец, понадобилось 2000 лет. А что такое Дерах Эрец? Это умение ходить по земле, умение жить. Потому, что дать Тору варварам это бесполезное дело. Они с ней ничего не сделают. Тора может помочь только человечеству, которое вышло на какой-то минимальный уже самостоятельно вышло, минимальный культурно-моральный уровень. Иначе Тора ему не нужна и она ему даже повредит, потому, что только придастся силу дикости и варварству. И обратите внимание, что вы и в индивидуальной жизни нашей мы тоже не не получаем Тору сразу. Да, вот ребенок родился, ага, бац, должен выполнять митцвот. Нет? Сколько времени ему дается? 13-12 лет. И только потом барбат митцвот. Почему? А что до этого? А до этого он вырабатывает свою самостоятельную социально-культурную моральную зрелость. Прежде всего нужно быть человеком. Кстати, если обратите внимание, то это одна из разниц между нами и шумруним. Сабритяне слышали про такое? Когда-то и было много, сегодня осталось несколько десятков людей, которые в основном работают ради туриста. И они говорят, вот у нас истинная Тора и так далее, и так далее. Но интересно, среди прочих отличий у них нет такого понятия как бармитцва. Они сразу, вот ребенок вырос, или он немножечко подрос, маленький, все, он должен быть социумом. Они не понимают необходимости вот этого подготовительного периода. Понимаете? А мудрецы граждане 2000 лет только вырабатываем ДРХ. И только когда человечество вышло на относительно высокий уровень морально-культурного развития, после этого ему дается уже Тора. А, кстати, интересно, откуда наши мудрецы отчитывают 2000 лет Торы? Не с выхода из Египта? Не от Адама. 2000 лет от рождения Адама до Авраама. Яфе. То есть, согласно нашей традиции, Авраам родился в 1948 году и вышел на историческую сцену в возрасте 52 лет. И вот с этого момента, мы дадим, вот с этого момента то рай начинается. Да, он был написал. А? Да, можно? Авраам, согласно традиции нашей, традиция есть такой у нас, родился в 1948 году. По общечеловеческому исчислениям. В 1948 Да. И поэтому в 2000 году легко сделать вывод, ему было 52 года. Вот с этого момента и начинаются 2000 лет Торы. То есть, мудрецы воспринимают Тору в самом общем плане, в самом охватывающем. Ведь Авраам начал распространять монотеизм. А ведь в чем вся суть Тора, что служить нужно Ашем, чтобы люди знали Ашем, Творца. И это начал Авраам. А то, что потом, через сколько поколений после Авраама мы вышли из Египта, кстати? мне вопрос был через сколько поколений после Авраама был Муше. Мне нравится ваше новшество, полет. давайте считать. Давайте поколения Авраам, как я, как это уже три поколения? Вы поколения или года? Меня интервью, я что спросил? Поколения. Моё поколение смотрит вверх. Изяк сколько? Лё, шесть. Шесть. Муше Рабейну. Давайте считать. Авраам, от Авраама, Ицхак, Яков, его сыновья были в Египте и вышел Муше. Бекитсу. Не будем сейчас торговаться. 26-й беседа. 26-е поколение. 26-е. От Адама 26-е. Это до Ноха от написанного в Мишне в Перке вот в моем издании. Не знаю, как ваше. От Авраам, от Адама до Ноха 10. От Ноха до Авраама еще 10. 26-е А? Как вам хочется? Как вам? И поэтому обратите внимание на то, что не с этого момента отчитывается Тора. Хотя, когда мы вышли из Египта, мы получили уже организованную Тору. Понимаете? Тора в ее уже сформированном виде. Но мы говорим, мидражи говорят о действиях Авраама, о его активности. Активность его начинается именно с с этого момента 2000. Теперь обратите внимание на историческую сцену. Была историческая сцена, и он не вышел. Помещим для Ирус. Я тебя прошу, не усложняй жизнь. Она не так сложна. теперь что у нас происходит дальше. 2000 лет Торы начинаются с Авраама и заканчиваются я точно не помню какой год это, но это где-то в районе формирования Мишны. Мишна, которую отредактировал, сформировал Рабиуда Наси, это примерно район 2000 лет, может быть, чуть больше от Авраама. И это как раз момент, когда вся Тора завершена. Устная, письменная, все завершено. С этого момента начинаются 2000 лет Машеха, потому что уже есть все, абсолютно все средства для того, чтобы исправить мир. И поэтому когда появился на исторической сцене Шимон Баркохба, то Раби Акива сказал, что он Машех, потому что была такая возможность. Была такая возможность, понимаете? И когда она, эта возможность не была использована, все вещи отложились, но была такая возможность. Почему мне это важно? Я хочу, чтобы мы понимали, как Равкук видит наше время. Наше время – это конец истории. Понимаете? Если ты пони... А? Совсем? я понимаю, что ты опоздал, но не хотел об этом говорить. Там так как мы живем в конце нашей нынешней истории, понятно, что не первая, не последняя, но вот наши, то мы понятно должны руководствоваться целями этого этапа. А каковы цели этого этапа? Согласно Раву Куку, цель этого этапа в идейном плане, мы говорим про идейный план сегодня, это собирание, синтезирование и, я бы сказал, интеграция всех тех идей и достижений, которые Израиль и человечество накопили за всю историю. То есть есть времена, в которые преобладает что-то одно, да? У каждого времени своя задача, да? Например, если мы возьмем с вами Хануку, да? Эпоха Хануки, какова была задача того поколения? Задача была восстать и не дать эллинизм у себя уничтожить. Задача была выполнена. Были задачи, когда, например, мы уже были в Галуте тяжелом, да, где-нибудь там, я не знаю, в любом месте, в котором хотите. Задача Галута была выжить, да, то есть не ассимилироваться, не уничтожиться, а продолжить еврейское существование. Иногда такая ценность возникала, такая ценность. Были разные ответвления, ашкиназии, свородеи и так далее. Сегодня, когда мы вернулись в свою страну после всей этой истории, сегодня, говорит Рав Кук, мы занимаемся интеграцией, синтезом всех тех достижений, которые мы накопили. Это мы с вами говорили, помните, в анализе истории у Рава Кука, как он видит эпоху третьего храма, в котором мы живем. Эпоха есть, да, эпоха есть, храма нет, но эпоха есть. Приятно, жить в эпоху третьего храма? Кто сказал, что это одно и то же? Эпоха третьего храма и третий храм? Как эпоха Машеха и Машеха, не одно и то же. И поэтому, когда ты понимаешь, какое время ты живешь, то и отношение твое меняется. И вот теперь, на фоне всего этого, здоровья, я хочу обратить ваше внимание на саму эту проблему. Ну, не проблему, идейная борьба. Идейная борьба во времена Рава Кука, то есть, это конец 19-го, начало 20-го века, по не нашему исчислению, понятно, что это носило характер очень специфический. В этот момент, после того, как произошла научно-техническая революция, после этого человечество, оно вдруг объединилось в том плане, что появились средства связи, колоссальные, средства транспорта, и рухнули информационные рамки, рухнули империи, рухнула всякая обособленность, то есть, то, что сегодня мы живем в абсолютно прозрачном объединенном мире, это то, что началось именно тогда. лет 150, 160, может быть, даже 180 лет назад. Где-то 180 лет назад примерно это началось. И это привело к тому, что и обособленные рамки существования еврейского народа, мы же всю жизнь прожили в гетто, да, они тоже рухнули. То есть, понимаете, с одной стороны наша обособленность она сопровождалась угнетенностью и закрытостью. Другой стороны она сохраняла, понимаете, всегда была какая-то какая-то обособленность, в которой мы продолжали свое еврейское существование. А в то время, повторяю, уже 19 веке, рухнули практически все, все вот эти обособленные рамки, началась эмансипация и прочие там и прочие революции и все это рухнуло. И еврейский народ оказался без всяких рамок абсолютно подвержен всем влиянием и всем ветром. И это привело к тому, что огромные массы еврейской молодежи оставили традиционный образ жизни и ушли в самые разные идейные течения. В основном это были идеи социалистического коммунистического плана. всякие были демократы и социал-демократы и социал-революционеры и коммунисты и социалисты и анархисты и чего только не было. Насчет национал-социалистов не знаю, но много всего было. И евреи хлынули туда. Почему они хлынули туда? Поскольку эти идеи показались им привлекательными, поскольку все говорили об исправлении мира. А еврейская замкнутая жизнь местечковое никакого исправления мира не давала и поэтому рухнули все эти рамки. И конечно это было угрожающим явлением, потому что за оставлением этих обосновленных рамок стояла фактически ассимиляция. Понимаете, не просто увлечение какими-то модными идеями, а это ассимиляция, которая фактически угрожала растворить народ Израиля. Все эти две тысячи лет бы как-то держались в страшном в Галуте. А когда дело подошло уже к концу, вдруг бац, и мы открылись всем ветрам, потеряли всякую автономию и молодежь в массовом порядке шлюнули, делать всякого рода революции до перестройки. Я не буду приводить фамилии миллион, каждый знает. Теперь, что меня интересует, что в этом, и вот Равку говорит на этом фоне. Он говорит, хлынули идеи, захватили молодые умы, что делать? Что делают на этом фоне защитники иудаизма? А в какой-то они кричат? есть такое выражение Гевальд. Слышали? Гевальд. Что оно точно означает, я так до сих пор не понял. Но все прекрасно означают, понимают, что оно значит. Это типа караул. то есть дело плохо, ой-ва-вой. Надо что-то делать. И поэтому, что делают обычные классические защитники иудаизма, говорит Равкук, они разоблачают чуждые идеи. Они разоблачают их гнусную сущность, вскрывают их пороки, указывают на их недостатки и на ужасные последствия. Это приводит к обратному. Ляга, ляга, не торопит. Теперь, и что, и в чем проблема? Проблема, говорит Равкук, в этом во всем очень маленькая, но очень большая. Этот подход легитимен. Есть только одна проблема, он не работает. А почему он не работает, говорит Равкук? Потому что есть колоссальная разница в том, какое явление перед тобой стоит. Или же это явление единичное, индивидуальное, или же это явление социальное, массовое. Если это явление единичное, индивидуальное. Например, в свое время был такой Барус Пиноза, слышали? он повел себя как-то не так, и Бензин, города Героя Амстердама, его отчислил, ну и отряд не заметил потери бойца. То есть, вот он такой, ну что поделаешь, семье не без урода. Окей? Мы его отчислили, а народ Израиля пошел дальше. Это индивидуальный случай, да, он проблематичный, но когда у тебя есть социальное явление, когда огромные массы оставляют традиционный образ жизни, то ты уже не можешь сказать, что это проблема того или иного индивидуума. Здесь уже нужно смотреть вглубь, потому что Равкук считает, что если речь идет о массовом социальном явлении, это означает, что Всевышний хочет что-то сказать нам. Это не просто так. То есть, ты не можешь отмахнуться от этого. А, всегда были редиски, да? Вчера было две редиски, а сегодня сто редисок, ну и что? Понимаете? Если такой подход, нет, если речь идет о крупно социальном явлении, иначе здесь есть что-то глубокое. И поэтому подход защитников иудаизма, которые кричат гевал и разоблачают чуждые идеи, здесь не подходит. Он мог бы подойти в том случае, когда был бы индивидуальный такой пример. Но когда ты находишься, когда видишь, что это как поток, который срывает плотины, понимаете, прорывает их, то ты не можешь сказать, что есть тут какая-то проблема у него, у него, у него, у него. Здесь есть глубокое явление, к которому нужно отнестись гораздо более серьезно. Ирав сразу говорит, что проблема заключается здесь уже не в самом этом бурном потоке, а заключается в самих защитниках иудаизма. Понимаете? То есть люди, которые говорят от имени иудаизма, защищают его, выступают, они настолько уверены, что они всегда правы, что у них не возникает мысль, а может быть они неправильно понимают то во имя чего говорят. Ирафук говорит, здесь как раз и есть такой случай. То есть люди эти защитники иудаизма, которые разоблачают чуждые идеи, у них есть большая политическая ошибка. Ну, политическую я в себя привел. В чем же их ошибка? Вот теперь слушайте внимательно. Ошибка этих людей, говорит Рав Кук, заключается в том, что они думают, что у иудаизма есть определение. Ему можно дать какое-то формулировку. Спрашивается, а почему, собственно, нет? Например, я открываю энциклопедию, да, и я хочу, нахожу иудаизм, что это такое? Что там может мне энциклопедия сообщить? Или википедия какая-нибудь? Да, смотри, что такое иудаизм? Вот Израиль вышел из Египта, стояли у горы Сина и там слышали десять речений, потом уже сказал Шма Исраиля Шем Илуй Шем Иркат, и потом пришли в Эрацкнан, там были пророки, Ишайяву сказал так-то, Ирмияву сказал так-то, Ильяву сказал так-то, потом ушли в Галут, потом Эзра сделал так-то, потом Раби Акива сказал так-то, Рабан Юханан сказал так-то, потом были Хасидим, потом были Литаим, я не знаю, Рамбан, Рамбан, вот более-менее какие-то суммы идей, и вот это есть иудаизм, до сегодняшнего дня может довести вот эти, это верно, это верно, говорит Равкук, но это только внешнее описание, историческое, что он имеет ввиду, он имеет ввиду, что так же, как у человека есть тело и душа, так же иудаизм есть тело и душа, например, человек приходит, я не знаю, в поликлинику, да, и там прежде всего ему говорят, окей, сделай анализы, сдай кровь, посмотрим, какое у тебя там железо, гемоглобин, да, померяем тебе давление, может ты чего-нибудь там перепил, переел и так далее, вес твой, да, что еще там, элементарные такие обычные анализы, чтобы получить представление о состоянии человека, и вот, пожалуйста, распечатка, пожалуйста, у тебя такой гемоглобин, у тебя такой-то пульс, у тебя такое давление, у тебя вес, рост и так далее, это правильные данные, правильные, но эти данные ничего не говорят о моей личности, ну и что, что у меня такой вес и такой рост и такое давление, это описывает только внешние формы моего функционирования, понимаете, а душу мою не измерить, не взвесить нельзя, какое у нее там внутреннее давление, есть люди, у которых душа горит, да, и никак нельзя это измерить, понимаешь, а интеллект тоже можно измерить, интеллект можно измерить, да, сказать, какой у тебя айкью, это внешние интеллектуальные способности, ну и что, а моя личность, что не говорю, у меня такие, 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 интеллектуальные способности, ну и что, это говорит о том, что происходит у меня внутри, о моих стремлениях, о моих надеждах, ничего не говорит, так же и у иудаизма Гетравкук, есть у него тело внешнее, вот это его историческое проявление, да, вот будут такие, такие, этапы, эзра сделал так, рабьяхар сделал так, рабьяки его сказал так, рабом сказал так, пророки сказали так, мужа сказал так, рапкук сказал так, это внешнее все, а душа, говорит его, она неизмерима, потому что она включает все, вот здесь главная революция, рабакук, душа человеческая, говорит он, слегка, душа иудаизма включает все, эту аксиому он там не доказывает, но мы можем понять, откуда он это взял, потому что, что является главным лозунгом иудаизма, шма-исраэль, нахон, шма-исраэль, эшем-элогей, ну ашем-эхат, то есть, это не утверждение, что есть только один бог, как это в исламе, а это утверждение, что есть единый творец, который проявляется во всем, ашем, это качество милосердия, элогей, ну качество суда, ашем-эхат, это один, то есть, мы заявляем каждый день два раза, что творец проявляется во всем, это не количественный монотеизм, сколько есть богов, а это качественный, что этот единый творец проявляется во всем, и поэтому, раз он проявляется во всем, и это и составляет, собственно говоря, основу иудаизма, это получается, что в своей душе, в своей внутренности иудаизм включает все идеи, все идеи, а раз он включает в себя все идеи, все, а раз он включает в себя все идеи, говорит Равкук, значит, вместо того, чтобы тупо бодаться с противником по формуле, по формуле сам дурак, и от такого слышу, и трудящийся довольно расходится, вместо этого, говорит Равкук, необходимо, когда ты видишь чуждую иудаизму идею, проникнуть внутрь ее, проанализировать ее, дойти до ее глубины и подробностей, и выявить то ценное и правильное, что в ней есть, не то, что в ней неправильно, потому что для того, чтобы выявить то, что в ней неправильного, это для этого большого ума не надо, то, что неправильного, оно сразу вылезает наружу, но раз идея существует и люди за ней идут, значит, есть у ней какой-то корень, надо найти этот корень и вернуть его в иудаизм, то есть, взять самое лучшее, взять то лучшее, что есть там, то есть, подход Равкука это не фронтальная, не конфронтация, а интеграция, и когда ты берешь то ценное, что есть в чуждой идее, ты побеждаешь противника, потому что ты его включаешь, ты его не отвергаешь, а ты его включаешь. Я вам приведу по этому поводу слова покойного Равниуде Ашкинази. Он формулировал эту идею своими словами так, слушайте внимательно, если ты видишь человека, который неправ, объясни ему, в чем он прав, и тогда он поймет, что был неправ, когда думал, что был прав. Повторить? Понимаете? То есть, идейная борьба может увенчаться успехом только тогда, когда ты заберешь у своего противника то, в чем он прав. а не может быть ни одной, даже самой бредовой идеей, в которой бы не было хоть какой-то правды, иначе бы она не существовала. Понимаете? Она бы не существовала, потому что Ашем дает всем идеям и всему творению жизнь. Значит, надо взять оттуда что-то ценное. Повторяю, если речь там единичном человеке, который сошел с ума, но это его проблемы. Но когда огромные массы людей, например, приведу пример, как люди футбол, фанаты 22 мужика, миллионера, гоняют мяч по зеленому полю, а миллиарды, значит, там исходят с ума. Дураки. Дураки-то дураки. Но извините меня, когда большая часть земного шара, 4 миллиарда людей смотрят чемпионат мира по футболу, забывая про все свои конфликты и ненависти, понимаете? Все у экранов там арабы, евреи, террористы, антитеррористы, неважно. Все все забывают, согласитесь, в этом что-то есть. Понимаете? Если большая часть земного населения, оно сходит с ума, то здесь есть что-то серьезное. Невозможно от этого отмахнуться. Пожалуйста. А как быть национал с нацистом с пошивкой? Наход в любой аз. Если чтобы эта идея была хорошая, хорошая, если бы есть, если бы идеи нет ничего хорошего, то она бы и не была бы. Что правильный национал социализм? Я тебе скажу. Национал социализм, между прочим, Гитлер обеспечил каждому немцу сытую жизнь. Ликвидировал безработицу. И немцы, когда они воевали, они знали, за что они воевали. то есть, он построил такую систему, при которой немецкий народ воспрям из того жуткого положения, в котором он был. Понятно, что цена этих вещей была ужасна, что это построено на ненависти ко всем другим народам. Окей, но обратите внимание, что когда, почему немцы за ним пошли? Кроме всего прочего, им было за что идти. Понимаете? Им было за что идти. Были социальные достижения. Он же не просто говорил социал, национал социализм. Это был социализм националистический, это был национализм построенный на ненависти и так далее. Но он сумел обеспечить приличный материальный уровень жизни немецкому народу. Было еще зловещие идеи. Было много зловещих идеи, я пытаюсь найти там ценные вещи. Окей? То есть из этого можно вычислить, что нужно любить свой народ и обеспечить его. А тот кто правильного, что там было в этом ужасном движении, это было желание и способность обеспечить своему народу достойную социальную жизнь. за счет ограбления сначала немецкого юрисов, потом Франции. Меня не надо убеждать в проблематике. это видели и понимали? Я пытаюсь найти то, что там правильного, а не то, что неправильного. Меня не нужно убеждать, что национал-социализм это гройсер и митсвес. Я не сторонник. Есть там много проблем в Германии, окей? Много проблем. Я хочу понять, что давало жизни этому. Он сумел сплотить их, он сумел построить им социальную жизнь. Разумеется, все это было замешано на страшных вещах. Да. До 30-х годов, 22-го, до 30-х годов генитар Мусолини пришли, когда стал в уголе государства в Италии, если он говорит, ну, понятно, 45-го расстреляли, повесили, если бы до 30-х он был каким-то причином умер, он был бы национальным героем, потому что до 30-х 30-х годов это период, когда именно социальная Италия очень повысилась, то есть роддома появились, трамвай, аптеки, где практически большие и крупные города очень вложил в социальную. До 30-х он тоже самое сделали нацисты в Германии, понимаете? Там была огромная социальная система. Я разговариваю, я никогда не был в Германии, не жил там, но у меня есть друг, который много лет прожил в Германии и изучал национал-социализм. Он мне рассказывал, что немцам было за что воевать. Я не говорю о том, что они правы, не говоря о том, что они цадики, но социальную жизнь Гитлер там поднял. окей? Иначе бы они не пошли. Не пошли бы. Но эта тема большая и требует дальнейшего объяснения и обсуждения. А это мы с вами сделаем следующий раз. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Продолжение следует...